Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем цикл лекций, посвященных, как вы уже увидели, современной русской литературе. В основном я буду говорить о прозе, хотя с основными тенденциями нашей поэзии также ознакомлю вас. Ну, быть может, потому что проза всё-таки сейчас несколько опережает поэзию, на мой взгляд, но это мнение спорное. Сегодня я сделаю такую как бы вводную, обобщающую лекцию. Ну, познакомлю вас с какими-то произведениями, писателями, именами. В общем, так, чтобы вы почувствовали атмосферу того живого действительно литературного процесса, который сейчас развивается и в котором мы все так или иначе находимся. Ну, вот что читать, о чём говорить, о чём думать сейчас, о чём думают наши писатели, что предпочесть, когда ты приходишь тоже в библиотеку или в магазин, или говоришь с людьми. Всё-таки, наверное, будет телесообразно после этой лекции остановиться на каких-то отдельных писателях, наиболее таких ярких, интересных сейчас, на мой взгляд, и не только на мой. То есть я познакомлю в ближайшее время вас с творчеством нашего, я бы даже сказала, классика современности Владимира Личутина, хотя ещё такой, может быть, не совсем признанный, хотя был очень известен в советское время. Но сейчас он очень изменился и стал даже, может быть, неузнаваемым. Я так бы его обозначила, как знакомый незнакомец. Ну, менее такой вот, значит, старшее поколение, плюс-минус 50, это будут дальше лекции о Юрии Полякове, о Борисе Евсееве. Затем я познакомлю вас, некоторое было колебание, вводить ли эту лекцию в наш курс. Это современная женская проза, есть ли она, существует ли она, потому что во всём мире думают, что она есть, а в России это вопрос очень сложный. У нас были жгучие дискуссии на эту тему в союзе писателей, вот среди писателей и критиков. Затем хотелось бы познакомить вас с творчеством Веры Галактионовой, такая очень интересная современная писательница, причём буду я говорить в основном о тех, кто вот живёт рядом с нами, в Москве, в других городах. Затем лекция «Человек в истории», я так её условно обозначила, это о двух совершенно непохожих писателей, но которые каждый по-своему соотносит современного человека, и не только современного, и человека прошлого, и настоящего, с историческим процессом. Это Вячеслав Дёгтьев, вот писатель молодой, но недавно от нас ушедший, и ныне здравствующий писатель Владислава Трошенко, очень интересный, которого называют венецианский казак. Затем фантастический такой вот, хотелось сказать, фантастический писатель, ну нет, конечно, писатель, который не творит в обычном таком жанре фэнтези, это серьёзный писатель, который пишет, однако, с такими вот фантастическими элементами, переносит нас в будущее, и позволяет нам увидеть то, где мы можем гипотетически, конечно, оказаться. Такие вот возможные миры, это Юрий Козлов. Затем хотелось бы порассуждать на очень серьёзную тему соотношения нашей литературы, писателя и власти, и как складывается в нашей литературе идеология. Это страшное слово, которое мы привыкли подвергать астракизму, особенно в 90-х, когда мы оказались на развалах советской цивилизации, и прежняя идеология официально показала свою несостоятельность. Мы все боролись за де-идеологизацию, между тем, наша литература отражает стихи, так или иначе ту идеологию, как систему ценностей, духовно-нравственных, эстетических ценностей, которая стихийно, опять же, складывается в нашем обществе, и которую нам надо понимать обязательно для того, чтобы не оказаться, опять же, в том положении, что нам будут навязывать какую-то ложную, с потолковзятую систему идеологических ценностей. И последняя лекция, завершающая, вернее, очевидно, будет о судьбах России, отражения их в современном романе, причем здесь включается и старшее поколение очень активно вдруг, которые пишут не совершенно, то есть эти табуированные темы, которые раньше были как бы даже под внутренним или внешним, не знаю, как сказать, хотя у нас нет цензуры сейчас, но какой-то был запрет, может быть, внутренний стоп, все события 90-х, и сложнейшие какие-то, и реформы, и вот, ну, сами понимаете, вот эти московские октябры тоже 93-го года, вот как наша литература начала вдруг активно это все осмысливать. И самое главное, наверное, почему вот я, например, взялась ознакомить вас с современным литературным процессом, это попытка ответить на вопрос, что получилось с нами вот на рубеже веков, почему распала советская цивилизация, что стало с нами в результате, каковы движущие силы, причины, последствия, где мы оказались сейчас и чего мы должны ожидать в будущем, как нам регулировать свою жизнь, кто мы такие в конце концов, то есть момент нашей самоидентификации через литературу, который, конечно же, есть и отражение выражения нашего общественного самосознания, невероятно важен. Вот. К чему я это клоню? Что литература не только для нас развлечение, как мы привыкли видеть по тем книгам, которые читаются сейчас в метрополитене, может быть, книги интересные, хорошие, но тем не менее, в основном развлекательные нередко. И хотелось бы ориентировать на такой вот серьезный взгляд на литературу, что это не что-то такое вот занудное, как мы привыкли раньше, когда сейчас, сейчас я включу первый слайд, который покажет, вернее, не то, может быть, что я сказала, но какой-то вот момент официальной прежней литературы. Вот, посмотрим. Это значит Горький и Сталин, Горький читает свое произведение, то есть это, ну, как мы помним, Горький, он был основоположником того метода официально нормативной эстетики, который получил название социалистического реализма. Вот он читает, видите, убедительное очень отцу всех народов Сталину, что-то невероятно важное. И вот это вот начало нашей советской, или продолжение, опять же, нашей советской литературы социалистического реализма, того нормативного метода, нормативной эстетики, который, в общем-то, показал уже выдохся очень, хотя тоже нельзя его так вот беспечно отвергать и говорить, что все это абсолютно не то. Там были созданы те произведения, которые, что называется, заражали массой. Это тот же Николай Островский, как закалялась сталь. То есть найден был потрясающий герой на автобиографическом материале, который, конечно же, овладел умами. Или такое произведение очень сложное, я считаю, «Разгром Фадеева», которое до сих пор может быть недооценено, по-настоящему непродумано. То есть в русле этого метода художественного тоже были созданы достаточно интересные произведения, которые, может быть, имели такое влияние на умы, которые не имеют современной произведения в силу того, что все-таки литература сейчас, будем откровенно говорить, потеряла свои позиции во многом. И нет такого момента, как прежде, когда вся страна читала какое-то произведение, которое было опубликовано в журнале, допустим, ну, как еще было несколько десятилетий назад. То есть этот момент, может быть, уже никогда не повторится. Хотя о нем теперь с ностальгической грустью вспоминают и писатели, и читатели. Ну, как бы, что было сделано в 90-х? В 90-х, так как метод соцреализма, это нормативный метод, еще сейчас о нем поговорим в связи с массовой литературой тоже, которая начала адаптировать его образцы, то есть он уже стал так вот сходить на нет, сам собой выдыхаться, и жанр романа тоже, который процветал в этом направлении, тоже стал выдыхаться. Вот, и возникли такие вот поколения разрушителей, то, что мы называем постмодернистами. Ну, вот это уже картинка такая в постмодернистском, что называется, духе. Видите, Сталин сидит с медведем, и они пьют, не скажу, кефир, хотя хотелось бы это сказать, но, по-моему, даже водку. Вот, кто такой этот медведь? Наверное, те, кто залезли в его шкуру, назвали себя постмодернистами, но, конечно же, это заимствованный такой западный термин модный, словечко, которым прикрылись, может быть, не совсем качественные свои произведения. Многие писатели, такие как Ерофеев, Сорокин, значит, сумели, ну, Татьяна Толстая также, сумели, значит, довести до читателя, и так как читатель был действительно массовый в тот момент, и литература была очень востребована, то есть эти произведения как-то вот были впитаны, и разрушительная эстетика, разрушение нормативной эстетики состоялось, правда, на текстах не совсем качественных. Вот интересная мысль. Я взяла вот эти фотографии из одного журнала, который сейчас уже прекратил свое существование, но, тем не менее, рядом с Мишкой и Сталином были опубликованы две фотографии Александра Проханова. Это писатель совершенно антипостмодернистского направления, более такого вот патриотического, то есть господин Гексаген, мы знаем его произведение, произвело некоторые фуроры, было даже отмечено такой вот либеральной, что называется, премией. Тем не менее, значит, писатель очень активно действующий, много пишет романов о политике, главный редактор газеты «Завтра», тем более, но его фотография была напечатана рядом с вот этой, это Владимир Сорокин, разрушитель всех эстетик на свете, который стал писать очень странные романы, один его роман называется, прям так называется «Роман», другой называется «Норма», и вот, пожалуйста, вам некоторые странички текста из романа «Норма». Вот эта целая страница, на ней написано одно, вот эта вот фраза очень любопытна, или вот эта следующая страница, то есть я вам представляю слева и справа две страницы. О чём человек пишет, зачем это нужно, ну, некоторые говорят чисто о практической цели он преследует, вот, тем не менее, другие считают, что он блестящий стилист некоторой литературы веды, но мы можем представить себе, что это за блестящий стилист. Лев Рубинштейн, поэт, который тоже как бы числится по постмодернистскому цеху, даже просто не утверждает себя, он просто печатает пустые страницы. Этот феномен был очень даже высмеян в романе Юрия Полякова «Козлёнок в молоке», там один, значит, вот, это мы проводим конференцию, посмотрите, слева, значит, я, в середине Юрий Поляков, главный редактор литературной газеты и очень интересный прозаик. Справа на трибуне Владимир Личутин, о котором я вам уже говорила, значит, и мы обсуждаем проблемы теории и современного литературного процесса. И вот очень жаль, что как-то всылать невозможно было по техническим причинам ввести текст, но слева было возвращение литературного поколения. То есть то поколение стало возвращаться, которое было вытеснено вот этими, так сказать, постмодернистами, а я их называю китчисты, которые просто, ну, качество их произведения не очень, мягко говоря, хорошее, но тем не менее, вот, функционально они были очень востребованы. И вот мы, значит, в течение последних каких-то лет стали предпринимать действия по возвращении, по реабилитации литературного поколения, которое было вытеснено в силу каких-то искусственных причин, я бы сказала, функционерами от литературы. И поэтому, в общем-то, наш литературный процесс несколько однобоко фигурирует в умах, воображении читателей, потому что говорят всегда, а что такое литературный процесс нынешний, ах, да, это, наверное, Дарья Донцова, вот эти вот иронические детективы, или Сорокин, который в своих произведениях берёт, адаптирует такие вот образцы дворянской прозы, к примеру, и засовывает в печь девушек, прям натурально в печь в своих рассказах, девушек тургеневских, или героинь, ну, героинь, похожих на героинь Льва Толстого, который, в общем, подвергается вот такому-то постязыческому астракизму в его произведениях, вот, как бы о чём здесь читать. Ну, конечно же, если говорить так вот, уже классифицировать современный литературный процесс, то можно выделить несколько ветвей, вот эта массовая, так сказать, развлекательная литература, она достаточно честно выполняет свою функцию, дамские романы, там, детективы, фэнтези и так далее, как бы развлекает, отвлекает, там, адаптирует человека к реальности, тоже в каком-то плане, вот, но существует и серьёзная художественная литература, в которой очень много направлений, течений, жанров, художественно-эстетических направлений, здесь и реализм, и модернизм, не постмодернизм, а неомодернизм, об этом будем ещё говорить, совершенно другая вещь, натуральная школа новая, значит, постсоцреализм, тоже процветает такая протестная литература, вот, элитная литература есть, социально-психологическая проза, ну, и надо отметить, конечно, что сейчас бурно развивается документальная художественная литература, то есть, это литература, где процветает такое документальное начало, мемуаристика, автобиография, дневники, различные записки, всё это, значит, очень сейчас интересно, потому что идёт восстановление факта, исторического, ментального факта, то есть, ну, менталитет, это образ, ну, восприятие реальности, образ чувствования, мышления современного человека, вот, то есть, всё это возвращается, люди хотят правды, хотят понять, где мы живём, что с нами происходит, опять же, вот, значит, вот, хочу показать вам, недавно произошло радостное событие, это в мае дни русского языка и литературы, мы ездили в Белгород, вы видите, огромное количество народу, эта делегация была и московская, и там на уровне губернатора принимали открытие памятника славянской письменности, это очень приятно всё, потому что, конечно же, литература сейчас нуждается в какой-то и общественном резонансе, и какой-то, что называется, подпитке, моральной, духовной, нравственной, это был настоящий праздник литературы, это вот публикация, которая широко разошлась по газетам, к сожалению, чёрно-белая, потому что газеты в основном печатают чёрно-белые снимки, вот, ну, вот, такое вот событие было, и на этом вот фоне такой вот литературной массовки, которую я вам сейчас показываю, конечно, хочу представить новую волну, что я называю вот этого вот задержанного, отторженного нескольких поколений в лицах, перечислить хотя бы примерно писателей, которые входят, составляют эту новую волну, то есть это Алексей Варламов, Вячеслав Дёгтев, Борис Евсеев, Вера Глоктионова, Лидия Сычёва, Валерий Казаков, Юрий Козлов, Павел Крусанов, Владислав Атрошенко, Юрий Поляков, ну, и Владимир Личутин, который как бы маргинальный такой писатель, я так его обозначаю, который соединяет поколение Солженицына, Бородина, Распутина с вот этими представителями новой волны. Конечно же, надо отметить также большое тематическое разнообразие произведений современных писателей, потому что они посвящены самым разным темам. Это то, чем живёт современный человек, о чём он думает. Это, прежде всего, конечно, любовь, семья, проблемы войны и мира, города и деревни, это революция и терроризм, социальные протесты и реформирование, бедность, нищета и богатство. Маленький человек и олигарх, новый русский, тоже очень интересный такой, так сказать, сюжет, образы, которые осваивают литературу, которыми интересуются. Далее, конечно же, уход в какие-то предполагаемые возможные миры. Так как сейчас виртуальное мышление очень развито, в связи с компьютеризацией тоже, то литература всё это берёт на вооружение и проникает в какие-то сферы даже бессознательного, я бы сказала. Здесь какие-то паранормальные явления, параллельные реальности, основичество и грёзы, а во всём об этом мы также будем говорить. То есть углубление психологизма. Те табуированные, так сказать, зоны нашего менталитета, которые были, может быть, под каким-то внутренним или внешним запретом. В прежние времена сейчас активно осваиваются писателями. Они не боятся уже показаться какими-то непонятными читателю, потому что ясно, что читатель сейчас очень не глуп, и он хочет действительно качественной продукции от писателей. Значит, художественно-эстетические направления я вам вкратце очертила. И хочу сказать, что новая волна вот эта возникла, вы сами понимаете, на стыке времён. Прежнее, что называется, эпистема, если говорить словами о французском философе-мыслителе Мишеле Фуко, то есть, что такое эпистема, это определённый такой пласт социокультурный, исторический. Была советская цивилизация, она распалась. И что возникло взамен, пока ещё ничего не понятно. То есть, идёт какое-то межвременье, межцивилизационный разрыв сейчас. И вот в этом разрыве возникают очень интересные, может быть, странные, загадочные, но необыкновенные какие-то образы и какие-то вот сгустки мыслей, чувства в современной прозе. Я бы назвала этот стиль мышления феноменологическим, потому что это уже не просто образ, это феномен. Например, в прозе Юрия Полякова возникает такой вот герой, эскепист, человек, который хочет убежать куда-то, всё время от себя, от семьи, от времени, от судьбы, куда-то убежать, и, в общем-то, бежит он чисто виртуально. Вот этот герой, эскепист, ему, соответственно, такой вот феномен, эскепизм, как феномен нашей современной жизни. Или вот у Бориса Евсеева возникают такие интересные образы, он уже мыслит натуру философски, это баран, как сгусток такой энергии, жизненной силы, который мчится по ночной Москве, рассказ Баран, который, с которым, в общем-то, он начал даже, получил известность как прозаик. Или у Веры Галаксионы возникает любовь, свобода, система, это всё, как бы, такие вот феноменологические образы, которые и мыслятся, и зачастую пишутся с большой буквы, и о них, то есть, они полноправные действующие лица. Вот это стиль феноменологический, который, может быть, трудно передать сразу, потому что это надо читать, произведение, может быть, с моими комментариями, что нам технически сложно сделать. Я прочитаю стихотворение Бориса Евсеева из книги «Процесс воображения», которая как бы такая поэтическая эллюкстрация к моим теоретическим выкладкам. «То, что я знаю, нельзя сказать прямо. Лес ли, обрыв ли, излучена яма, всё это звенья разъятой цепи. Нету начала, концов не скрипить и не познать тайный ход мироздания, вещи прикрытия, слова осязания, ум только шорох подсохшей, подсохшей травы, чувство щелчок тетивы. А за словами, за снами, за днями, страшной громадой, червонными льдами новой материи вздыбилась суть. Вздыбилась суть, ещё раз повторю, это очень важно. Новой материи вздыбилась суть. Не обойти её, не обогнуть. Чёрная, белая, в блёстках, цветная, мощно узревшая, дивно слепая, шкурка, яблоко-шкурка, куга на руке, сфера и крест и семь линий в пучке, голос и звон, ледяная ограда, клёкот звезды и кристаллов огранка, вылет любви, плач налёгший на крышу. Боже мой, ты ли? Не знаю, чуть слышу. То, что я знаю, не выскажешь прямо. Осень, болото, чуть суша краями и выжигающий землю кумир. Чёрный в соломе, трясущий крылами, рвущийся в слово, пропащий как мир. Вот такое стихотворение, которое, мне кажется, действительно показывает вот это вот феномологическое мышление. То есть это именно вздыбленная суть, новая материя, которую не высказать прямо словами, а может быть материя высказывает себя через материю. Должна сказать, что, конечно же, коммерциализация литературы, которая во многом повлияла на вытеснение вот этой новой волны в 90-х, она была, многие задержанные писатели, многие просто неуслышанные, замолчанные. Конечно, была связана с... Да, коммерциализация литературы обусловила утрату критерии в художественности во многом. И жанрово-стилевое обеднение, которое идет от засилия вот таких вот любовных романов, данских детективчиков, каких-то вот таких вот фэнтези развлекательных и так далее. Потом еще, конечно же, жанр романа тоже очень в сложном положении оказался. Здесь уже надо пожурить писателей наших, потому что премиальное дефиле, которое устраивается повсеместно, и мы сами понимаем, что это тоже деньги, а писатель сейчас, в общем-то, это человек бедный, на гонорары он прожить не может, он неминуемо начинает подавать на премии, а премии в основном дают романистам. То есть писатель, который, например, по природе своей рассказчик, вынужден нередко гнаться за большим жанром, прессовывать свои рассказы в книгу, которая будет называться роман, с тем, чтобы подать на премии и так далее. Вот такие вот причины, я уже открываю вам какую-то внутрилитературную кухню, конечно же, влияют в отрицательном плане. И, конечно же, на первый план выходят писатели, которые, может, и хороши каждый в своей области, но, тем не менее, в один ряд попадают такие писатели из литературной массовки, как Марина Наакунин, горячо любимые нашими читателями, конечно, но, тем не менее, признаться, все же это не того уровня литература, которую мы называем серьезной, но также и серьезные писатели Поляков, Юрий Козлов, Владислава Трошенко тоже попадают в этот ряд, хотя это совершенно разного уровня писатели. В ходу стилизация задает тон тот же Акунин, к примеру, а значит, вторичность, то есть Акунин пишет под XIX век. То есть получается, что коммерциализация и художественность смыкаются. И вот в этом очень такой сложный момент современного литературного периода. Маринина, Маринина, посмотрите, что происходит сейчас. Берутся на вооружение, вот ее роман «Чувство льда», кто читал или прочитает еще, к примеру, двухтомный роман, берутся на вооружение уже образцы социореалистического романа 50-х годов и такие вот, знаете, семейные саги типа «Семья Журбиных», хотя там идет речь о интеллигентской семье, но экскурсов в прошлое. И вот, заметьте, также возвращение такого вот социореализма в массовую литературу, нормативная эстетика. Это главная героиня этого романа «Чувство льда», Нана, начальница службы безопасности, которая, в общем, такой человек, она из фигуристок, хотя не стала чемпионкой, она звезд с неба не хватает, но ей не надо. Но «Чувство льда» это прежде всего, как раньше была сталь, теперь лед, это прежде всего холодный трезвый ум, прагматика, человек, который планирует свою жизнь, всегда держит себя в руках, и, в общем-то, неминуемо ведет все повествование к закономерному хэппи-энду, который тоже был признаком такого вот хорошего социореалистического романа. То есть, это то, чем теперь балуют читателя. И то, к чему возвращается, на что ориентирует нас массовая литература, то есть, где здесь прорыв тоже не очень видно, хотя, я говорю, Маринина, они даже делают серьезные доклады сейчас на конференциях. Значит, хочется вернуться к нашей новой волне и начну представление ее. То есть, сегодня я сосредоточусь больше на тех писателях, которые не войдут в лекции по персоналиям, но которых хотелось бы представить вам. Значит, реализм, реалистическое направление, судьбы русской интеллигенции. Человека и история, опять же, значит, семья, род во время перестройки в 20 веке. То есть, это и рождение ребенка, вот его повесть рождения очень интересная, антологическая такая вот проза, там даже младенец действует. Сейчас я вам показываю вот это. Алексей Варламов интересно то, что это профессор МГУ, доктор филологических наук, то есть, это тоже идет такая вот новая тенденция, потому что, если бы раньше мы, к примеру, сказали, что Лев Толстой был доктором наук, это было бы, я думаю, воспринято странно. Вот, а теперь у нас писатели не только кандидаты, Федор Абрамов, кстати говоря, классик 20 века, был кандидатом наук завкафедры в университете в Ленинграде, а теперь уже, значит, доктор наук защищался по Пришвину. Вот, у него очень интересный роман «Затонувший ковчег о современных сектантах», 11 сентября, такой даже авантюрный роман, хотя я считаю, что это такая вот хорошая именно реалистическая проза у него добротная, и вот роман «Лох», «Мир ощущений человека переходного времени, перестроечного», роман о современной интеллигенции, ее поисках, имитаниях, прочитаю для наглядности маленькую цитату «Мир ощущений героя», «Он почувствовал себя безумно одиноким, все люди вокруг него играли в какую-то игру, ходили на митинги, яростно спорили, делились на правых и левых, потрясая теми или иными журналами, пересыпая сотни имен, звучавших в их устах как пароль. Вчерашние «Не разлей вода», друзья становились врагами, потому что один был без ума от прохиндея демократа, а другой упивался откровениями дубенголового, патриота-государственника, мужья и жены на кухне обсуждали до рассвета, брал Егор взятки или нет, а женщины пенсионного возраста испытывали сладострастный восторг, когда видели кгляну, все сошли с ума и никто не понимал и даже думать не хотел о том, каким будет похмелье. Обыкновенная человеческая жизнь точно кончилась, оказалась отмененной особым негласным декретом, общее лицемерие сделалось невыносимым, воровство и разврат приняли размеры неслыханные и касались самых чистых и светлых душ. Сбывались ужасные предсказания почаевских богомольцев, и тезкин герой подумал, что может быть в том, что нет у него ребенка, тоже есть некий промысел, ибо кто вырос бы из его детяти. Вот сейчас посмотрим вот это из иллюстрации из роман-газеты, где широко печатали тоже Варламова. Видите, такая вот, опять же, вот это его антологический стиль прозы, вот женское лицо, это дорога жизни такая символическая, куда идет современный человек, вон маленькая фигурка там удаляющаяся, куда идет современный человек, куда ведет его этот исторический путь. И вот любопытно тоже Варламов-маститый писатель, лауреат Солженицинской премии, а вот новое для вас лицо Михаил Голубков, тоже профессор МГУ, доктор наук, который пробует сейчас себя в прозе, вышла его книга «Миусская площадь» только что. Это такой роман-триптих, который составлен из двух повестей о 30-х годах, «Москва, Берлин» и «Утро красит нежным светом», и повесть также о 52-м годе. То есть, что любопытно, куда движется опять же наша проза? Она идет вдаль прошлого, осваивая современность и задумывается о соотношении, к примеру, в повести «Москва, Берлина» Голубкова задумывается о соотношении России и Германии в предвоенную пору. То есть, там два героя, современные, вернее, российские дипломаты и германец Вальтер, которые, как бы, они даже не столько антиподы, сколько зеркальное отражение друг друга. То есть, все усложнилось, мышление усложнилось современного человека. То, что раньше казалось черным и белым, теперь, кажется, гораздо более сложной палитра таких вот умственных красок. Уж то, что о войне с Германией Константин Алексеевич, вот этот дипломат, представить себе не мог. Собственно, то, что война будет и будет неизбежна, говорили часто, но не с Германией же. Зачем? Абсурд. Не лучше ли союзничать? Сила-то какая сложится в Европе? Другой такой и не будет. Вот образец мышления героя, который размышляет об этом. Бессмысленно взаимный разгром первого победы на собственном пепелище. Все это возвращает нас к мысли о том, кто же на самом деле действительно оказался победителем, убежденным в той колоссальной войне, которую с огромными потерями выиграла Россия. И вот в романе «Утро красит нежным светом», интересно, это пишет ученый об ученых, также звучит любопытная мысль об ответственности ученого за свое открытие. То есть там идет такой полуфантастический несколько сюжет, 30-е годы, там действует Арджиникидзе, сугубо реалистические полосты перемежаются несколько фантастическими, то есть идут вопросы о создании в общем-то ядерного оружия, хотя в несколько таком фантастическом плане. И говорится о том, что это искушение, огромное искушение ума познающего от любознательности, от дикого и совершенно бессмысленного любопытства к тому, как устроен мир, материя, вещество. В сущности, это детское любопытство, когда ребенок разбирает на части понравившуюся игрушку, чтобы посмотреть, а что внутри. А что внутри? Это напоминает мне, рождая действительно ассоциации с поэтической классикой второй половины 20-го века, стихами недооцененного еще поэта, которым сейчас начинают активно заниматься наш литературоведение Юрий Кузнецов. Сложнейший поэт, поэт, у которого антологическая символика, безусловно, очень сложная образная система, еще недопонятая, не разгаданная нами. И вот его классическое, считаю, стихотворение, атомная сказка, которую, опять же, можно поставить рядом с процитированным. Эту сказку счастливую слышал я уже на теперешний лад, как Иванушка в ополе вышел и стрелу запустил наугад. Он пошел в направление полета по серебристому следу судьбы и попал он к лягушке в болото за три моря, а тот чьи избы. Пригодится на правое дело положил он лягушку в платок, вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток. В долгих муках она умирала, в каждой жилке стучали века и улыбка познанье играла на счастливом лице дурака. Вот такие вот вещи. Вот я хочу обратить ваше внимание тоже, это Евгений Семичев, тоже современный поэт, вот такая лирическая какая-то фотография с лошади, добрая, доброта современной поэзи. Это ныне здравствующий тоже поэт, который автор многих стихов и скорбных и очень таких вот по России звон пасхальный, поцелуй на меду, я веселый и нахальный, целовать тебя иду. Мне сегодня нет отказа воскресения Христа, я могу при всех три раза пригубить твое уста. Конечно, это стихотворение, которое называется Пасха, не посвящено лошади, а посвящено каким-то встречам с молодками, которые живут там в его округе, это не московский поэт, но тем не менее наша поэзия, конечно, вот она тоже, я бы сказала, вибрирует между такой ударью молодецкой и скорбью за судьбу страны, за те сложные обстоятельства, в которых мы все оказались. С другой стороны, очень сильна тоже православная линия, и здесь можно назвать таких поэтов, как Геннадий Иванов, Мария Авакумова, Николай Зиновьев, Колычев и другие поэты, которые сейчас тоже активно действуют. Вот, значит, зачитаю одно стихотворение Геннадия Иванова, вкратце, со мной разговаривает рожь, колосья шепчет, что уходит лето, что скоро поле все пойдет под нож, и вспомнилось из Нового Завета, что мы, колосья, тоже, и придет великий срок последней самой жатвы, снопы свезут на Божий обмолот, и будет все, о чем читали жадно, и будет все, о чем твердили впрок, что страшно, и таинственно, и дивно, что так должно быть, милосерден Бог, мука и мука, это неразрывно, со мной разговаривает рожь, колосья шепчет, что уходит лето, по сердцу зябко пробегает дрожь, то дрожь любви из Нового Завета. Вот, вот это иллюстрация, опять же, к современной литературе, вы видите, опять же, возвращение вот этого, после постмодернистских расколов, возвращение наших картинок, которые напоминают о малой родине, вот это, то, что я пролистнула, не успела, так сказать, обратить вам внимание, тоже это современная проза, видите, вот эти раскалы, развалы, ну что это такое? Конечно же, это исчезновение прежних построек, то есть материально видное, на месте которых будет возведено что-то новое, вот такое вот межумочное состояние. Вот, а это уже, это наша вот литературная жизнь, то, чем мы живем, это комедия «Дель арте», называлась так вот, наша, там где-то и я тоже есть, вот спиной стоит в белой рубашке, это поэт Александр Щуплов, все же неожиданно, совершенно ушедший от нас не так давно, это вот такое, вы знаете, импровизация, веселая, вместе с подрастающим поколением литераторов, в литературном гнезде, ясной поляне, где были вот такие вот семинары очень любопытные, и, быть может, это все прорастет тоже в современном литературном процессе. Дальше хочу вам показать нашу цитадель, это Малеевка, дом творчества, стоит вот там с цветами, тоже хранительница наших литературных, литературвических очагов, Ребякина, Алина Александровна, замглавного редактора журнала «Одного научного», вот, к сожалению, тоже разрушенные здания, то есть вот эти картины, иллюстрации к современной прозе, они вот материализуются, и в жизни, оно разрушено, перекуплено, а сколько там хороших произведений было написано, и сколько поколений тоже литераторов взращено. Ну, переходя от поэзии к прозе, от прозы к поэзии, и от литературы к жизни, и наоборот, значит, скажу, что, конечно же, вот фантастическое, наша реальность, она безусловно фантастична, и фантастическое отражается в литературе, которая воспроизводит такой предполагаемый возможный модус бытия, виртуальные миры, и, например, у Павла Курсанова «Укус ангела», такая вот антиутопия, известный писатель, это большой роман, роман-мистерия, история воцарения священного императора, которого зовут Иван Чума, такой вот говорящий, у него фамилия «Тоталитарное государство» в таком вот фантастическом модусе, то ли Китайская империя, то ли это Иван Грозный, то есть, естественно, это воображение писателя, работает, передает такой пульс современного мира, ощущения между тем, материализуются какие-то тревоги, страхи современного человека, его предчувствия, человека, который внезапно оказался, что называется, на сквозняке истории, и он подвластен ее ветрам, то есть, это хаос вместо гармонии и космоса, мир разъят, к примеру, вот вам, так сказать, тезисы и герои, которые размышляют за год до вцарения тирана, предчувствие наступающей тьмы, ощущение серного дыхания преисподней, вот самые сильные душевные переживания наших дней, старые штампы, помогавшие спокойно жить прежде, теперь истертый или разбитый, религиозные и общественные мифы, поддерживавшие народы, еще вчера либо набили оскомину, либо опорочены и посрамлены, недаром одним из самых употребляемых терминов современной публицистики стал термин хаос, и неспроста новые философские формулы определяют общество как спонтанную виталийскую толпу, а историю как движение плюс неопределенность. Вот такие размышления героя, и мне кажется, конечно же, читатель тоже вполне может понять модус такой современной серьезной прозы, что действительно порой ее тоже понять не так просто. И герои говорят на сложном философском языке. Также Сергей Сибирцев, хочу представить, это имя, у него такой мета, это основатель также клуба метафизического реализма, его роман, к примеру, приговоренный дар о паранормальных явлениях, об экстраординарных способностях человека, который обнаружил в себе дар убивать людей на расстоянии, вот что ему делать теперь, он чувствует какое-то свое присутствие в параллельной реальности, огромную ответственность, с другой стороны, у него тоже искаженные мироощущения, и он считает, что это во многом нормальное явление, и автор переносит нас в какое-то будущее гипотетическое, то есть проблемы будущего, конечно же, очень актуальны в современной прозе, которая их материализует. Дальше хочу вернуть вас в настоящее, это пен-клуб, обсуждение романа, вот стоят современные писатели вместе со мной, это Евсеев, Александр Яковлев, кстати говоря, Александр Яковлев работает в стиле новой натуральной школы, то есть он не боится, что называется, представить себя без каких-то фантазий, свое эго положить на лист бумаги, и вот чем интересна новая натуральная школа, тем, что, опять же, приближение к факту, то есть это не документальная литература, но это литература, которая как бы берет кусок реальности и кладет его на бумагу, и автор выступает в роли фактографа, не скажу фотографа, но человека, который фиксирует свои чувства, свои мысли, вот даже Марина Шляпина, к примеру, маленькая китайская повесть, я ее тоже включаю в эту новую натуральную школу, писательница, она показывает такие мировощущения, вот это тоже обсуждение новой прозы, вы видите, в одном из институтов, Марина Шляпина, маленькая китайская повесть, она даже осмеливается, описывая какое-то значит пребывание в этой нашей реальности слабой маленькой женщины, которая осталась вместе с сыном пяти лет, и от которой вроде бы ушел муж, она значит осмеливается не ставить точки над «и», она просто фиксирует переживания вот этой нашей женщины, современности, обычной женщины, на работу ушел, она отвечает на вопрос сына, где папа-то, она действительно так думала, авторский комментарий, и мы еще не знаем, было это так или нет, вот вам современная проза, она стремится быть абсолютно честной, как это у Яковлева, я даже помню эту цитату, вот он говорит, я вот пишу, а жизнь, она постылая, стоит за спиной и смотрит, правду я пишу или нет, и это и неприятно автору, но между тем он поставлен реально в эти условия, потому что попробуй салги, то есть наряду с виртуалом, полной какой-то свободой образного мышления, каких-то философских конструкций существует такая вот просто фотографическая проза, которая занимается фиксацией, также, а, это вот я уже хочу показать вам наши какие-то зарубежные поездки, что огромный интерес тоже за рубежом к современной нашей литературе, и вот даже мы выпустили том Россия-Запад, я была ответственным редактором и составителем этого тома, где именно Россия-Запад в начале нового тысячелетия, где много статей о современной литературе, самых разных авторов из Америки, Англии, Франции, и из России, также, и самые разные авторы туда введены вот в этот том, и они говорят о самых разных, опять же, писателей, но вот это вот вам пример, мы в Польше проводим конференцию в каком-то очень известном историческом музее, вот директор института славистики Францишка Панович сидит, вы видите, какая торжественная обстановка, даже это напоминает как-то вот костел, даже этот исторический музей, то есть все очень торжественно, и мы могли действительно свободно по-настоящему обсуждать проблемы литературы и истории. Вот, значит, хочу еще назвать вами Евгения Шишкина, это постсоциореалистическая литература, вот та самая протестная литература, линию, которую я обозначила в начале, и который, ну вот, закон сохранения любви, к примеру, его роман новый вышел, где вот, опять же, очень интересно, история семьи и история страны очень тесно переплились, это общая тенденция в современной литературе сейчас, потому что самая тривиальная ситуация причем может осмысливаться, вот уезжает, значит, жена главного героя уезжает на курорт, там встречают каких-то непонятных спутников, то появляются там кавказцы, которые к ней не так относятся, не буду уточнять, во многом даже по ее вине, потом нового русского встречают, у нее возникает роман, она возвращается в свой провинциальный городок к мужу, который уже ей кажется каким-то совершенно иным, то есть, вот вы понимаете, можно осуждать эту женщину или нет, но тем не менее, распад семьи и социальный быт, быт, а что происходит у нее в семье? Муж ее практически теряет работу, на заводе возникают бунты, потому что там, ну, понятно, это межвремени, смена, опять же, советская власть и меняется уже, приходят те самые новые русские, которые, получается, украли у него жену и украли зарплату, не платят зарплаты, вот описывает он уже как бы за неимением времени, я цитаты опускаю, описывается там сцена бунта на заводе, в общем, все заканчивается таким расколом и семейным, и социальным, и муж уходит на войну Чечню добровольцем, чтобы хоть какие-то деньги зарабатывать. Вот такие вот скорбные достаточно романы, которые тоже показывают, как все у нас непросто, и как социальные проблемы тесно связаны с проблемами духовными, и с поисками той самой русской мечты, о которой мы поговорим в следующей лекции в связи с Личутиным. Вот посмотрите, тоже такая фотография, это вот стоит дама, там, что у нее там, салфетка, не знаю, вот улыбается лицом к нам, это как раз предводитель британских словистов, долгое время была Розленд Марш, профессор из Англии, у которой много книг включено вот в этот том, который я вам показывала, книгу «Россия и Запад», который активно занимается тоже современностью. И вот, опять же, возвращаемся вот на ту самую конференцию красивую, где мы обсуждали несколько теоретизируя, споря, не соглашаясь друг с другом, проблемы современной литературы. Под конец, так как у нас уже завершается наша первая лекция, я хотела бы вам показать книжную серию, хотя бы вот на уровне каких-то обложек, которые так и называются, «Феноменология литературного письма». Это постоянное название моей авторской книжной серии о прозе Юрия Полякова. Первая книга была о прозе Бориса Евсеева, сейчас я готовлю книгу о прозе Владимира Ильичутина. Хочу именно показать тот самый феноменологический стиль письма и новый модус литературного мышления, о котором мы будем говорить на протяжении всех этих лекций. И следующая наша лекция будет посвящена как раз моему еще нематериализованному персонажу моих размышлений Владимиру Ильичутину, который пишет очень интересно о четырех веках русской истории, скитальце русской истории. А сегодня, к сожалению, мне хотелось бы говорить еще больше и больше, потому что тем много, и все они очень интересные. Но сегодня наше время завершено. Я прощаюсь, но не совсем, а до следующего раза. Всего вам доброго.